результате у нас не будет нормально работать да то есть вот сменится центр тяжести и будет вообще все печально так так крутим так 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 попал наживляем так ну и эту сторону тоже можно уже затянуть после есть дальше с другой стороны аналогичная картина нужно это дело все затянуть затянуть будет счастье так 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 есть 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 закручиваем так так и последний бутик самолез видите сильно затянул и и плохо надо расслабить значит вот такой вот нюанс важный да то есть нужно все 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 наживить только потом затягивать потому что иначе иначе будет где-то где-то перетягиваться и не очень так ну что прекрасно теперь теперь подключаем наш ssd диск значит ходят на нем такие разъемы да это собственно и садом и питание да и садо и питание соответственно берем наш садо вот он и садо и смотрим так чтобы он сюда вот подошел и собственно все включилось так чик так защелкнулась нормально дальше смотрим питание вот у меня питание опять-таки обратите внимание коллеги на всех разъемах есть какие-то скосы какие-то выступы какие-то вот ключики да ключи это все называется ключи соответственно смотрим где у нас там выступ вот так чтобы это дело все включилась собственно ничего не сломать то есть если сила не заходит то это не значит что нужно брать и ломать так ну что я все подключил здесь меня все включено так прекрасно и теперь мы закручиваем не сюда значит меня не будет сидером а здесь сюда то есть это все пустое сидером у меня не будет вот сейчас дисками никто уже не пользуется это у меня его собственно и не будет так 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 есть здесь тоже это дело все есть тоже затем значит ну что тут еще осталось значит я хотел бы наверное подправить вот этот вот аппендицит с проводами чтобы он так не торчал хочу это дело все перевязать вот и исправить исправить чтобы было лучше так так я хочу здесь вот где-то затянуть затянуть все чтобы держалась бы лучше так 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 ну что прекрасно коллеги значит я по сути все смонтировал все установил ну и осталось теперь закрыть корпус и на этом на этом будет уже все сделано так давайте закроем корпус значит так значит обратите внимание вот здесь вот вот есть такие всякие выступы вот и они должны попасть соответствующей ниши да вот здесь вот видите есть такой вот прорезь и выступ должен попасть именно вот сюда поэтому еще раз силы ничего давить не надо вот ничего не надо силой у вас все должно получаться вот без этого да без этого все должно красиво заходить вот красиво без всяких вот усилий так все у меня прекрасно установилась ну и собственно последний волтик сзади мы его закручиваем так 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 ну что прекрасно так так 6 распутаюсь вот ну что коллеги значит можете посмотреть мы это уже все установили вот такой вот вид нашего новенького компьютера вот кнопочки всякие тут ридеры все это делалось установлено ну и теперь следующий этап этого всего дела это нужно будет установить операционную систему то есть в дальнейшем мы будем устанавливать операционную систему и посмотрим как это теперь будет у нас уже работать спасибо большое вам за внимание подписывайтесь на наш канал ставьте лайки пишите в комментариях вопросы мы обязательно на них ответим до свидания